— Коснусь этой темы вскользь, если вы не захотите говорить ради бога насчет Муниры, вы сказали, это бывшая жена, вы сказали, назвали ее лентяйкой-сибориткой, привыкшей жить за ваш счет. — Не, ну зачем сейчас так? — И вот эта передача жуткая была у Андрея Махарова, когда знающие люди опять-таки говорят, что Алла Борисовна специально пригласила Муниру, чтобы уколоть лишний раз вас. — Мало того, она, да, я думаю, что она и помогла, может инициировала, может нет, но она ее встречала, она ее поселила в Хилтоне, потом она жила на даче у Киркорова, но как мне передала разведка, она была такая мрачная Мунира и курила все время, что эта тетя Киркорова возмолилась, говорит, заберите ее, и она сейчас в квартире, которую Алла то ли сняла, то ли что. — Зачем это было нужно Алле Борисовне? — Алле Борисовне, во-первых, потому что я из сферы влияния, так сказать, выпал, потому что я отдал песни, 71 песню, из рау изъял и отдал в управление своим адвокатом, потому что там воровство и свинство все время происходит, понимаешь? — Конечно. Вот, и я думаю, что это одна из главных причин, экономическая. — И что, все заслуги, все прошлое, которое было совместно и перечеркнуто таким образом? — Нет, Алла звонила мне неделю назад, давай, говорит, ты сам, может, встретимся, давай я поговорю с Добровинским, я хотел сказать, ты же его сама позвала, чтобы он мне по телевизору говорил, что надо резника кастрировать, там и прочее. — Да. — Да. — А в одном интервью он говорит, хотите, мы его на 10 лет посадим. — Да, он такое тоже говорил, этот негодяй в бабочке, артист бывший, без юридического образования. Понимаешь? Такое не прощается. — И что вы сказали ей? — Я сказал, Алла, я сам разберусь, а ты не прощаешься. — Ты, главное, не болей, будь здоровой. Вот все, что я ей сказал. — Это правда, что Алла Брисовна Пугачева сказала кому-то, что резник теперь враг для нее номер один? — Да, это в нетрезвом виде. И ее адвокатша сказала моей адвокатше. — Ну и каково это ощущать себя врагом Пугачевой номер один? — Да, нет, что мне плевать на это дело. Но это глупость просто. Понимаешь? Потому что Алла, она не понимает, она, очевидно, себя переоценивает, она не понимает, кто я в этой стране. Понимаешь? И какая любовь народа, и какое уважение. — Которое за деньги не говоришь. — Несмотря ни на эти инсинуации, все-таки мне позвонили с администрации президента и сказали, вот день полиции, напишите стихотворение о знамени. И я открывал, после приветствия Путина, я вышел на сцену и читал стихи о знамени. Это, наверное, о чем-то говорит. — Я решу как нет. — И reinsец! — Да!